Вот так я себе все это убранство нашего парка и представляла. На самом деле нам давно хотелось здесь, чтобы была сцена для массовых мероприятий, чтобы были бы такие вот прогулочные дорожки. На месте этого парка еще год назад был заросший пустырь. Теперь здесь на радость жителям и детская площадка, и просторные зеленые зоны. Мало кто верил, что небольшой хутор, где проживает около тысячи человек, вообще сможет попасть в федеральную программу формирования комфортной городской среды. В успехе не сомневалась только глава западного поселения Ленинградского района Татьяна Шевченко. Леонидовна, как по-свойски ее называют хуторяне, составила вместе с жителями проект парка, после чего инициативная группа отправила заявку на участие. Никто не верил, что это будет у нас. Изначально, когда нам сказали, что никто не верил, что это будет у нас, потому что не в каждом населенном пункте такое. Ну, Леонидовна сказала, Леонидовна сделала. Когда ты глава поселения, не нужно бояться ответственности, рассказывает Татьяна Шевченко. Где-то надо быть строгой, а где-то по-женски проявить заботу. С жителями она всегда на связи и с каждым находит общий язык. Вот она, формула эффективного местного самоуправления. Мне всегда хочется, чтобы наши люди гордились местом, где они живут. И я всегда радуюсь достижению каждого нашего жителя. Сделали новый забор. Ура! У человека новый забор. Перекрыл крышу. Здорово получилось. То есть внешний облик, он же и складывается как раз из этих, казалось бы, мелочей. Всего в крае 25 тысяч муниципальных служащих, тосовцев и депутатов. С днем местного самоуправления сегодня со сцены Краснодарской филармонии. Их поздравили глава региона Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. Губернатор подчеркнул важную роль, которую власти станиц, хуторов и поселков играют в развитии небольших территорий. Местное самоуправление – это не только права органов местного самоуправления. У меня, конечно, ответственность. Огромная ответственность за принятые решения и результат. И это принципиально важно, чтобы сегодня те решения, которые руководители органов местного самоуправления принимают, насколько они сверялись с интересами жителей, насколько эти решения нужны самому населению, которое проживает на той или иной территории. Это сегодня принципиально важно, чтобы все-таки праздник самоуправления местного был праздником населения. Если они вовлечены и искренне верят в то, что их работа, их активность нужна местному самоуправлению, руководству того или иного района, станицы, хутора, села, поверьте, тогда мы на самом деле и добьемся и экономического результата, и по-настоящему участия жителей в местном самоуправлении. Можно с уверенностью сказать, что муниципальная власть – это надежная опора, мощная поддержка органов государственной власти. Муниципальная власть – это общественный институт, который нацелен на мгновенную реализацию запросов населения. При нашем общем взаимодействии, работе в одной команде мы сможем сделать наш край лучше. Именно местному самоуправлению сегодня отводится ведущая роль в федеральном проекте благоустройства городской среды. Только в этом году на Кубани планируется привести в порядок больше ста скверов, парков и дворовых территорий. На эти цели предусмотрено порядка двух миллиардов рублей. На активном участии муниципалитетов сегодня строится реализация национальных проектов. Перед регионом стоят большие задачи в экономике, промышленности и социальной сфере. Стратегически важно для краевых и муниципальных властей сделать так, чтобы жизнь в станицах и хуторах ничем не отличалась от крупных городов. Поэтому еще 23 миллиарда рублей направят на строительство новых дорог, ремонт школ, детских садов и поликлиник. Качество исповедения этих средств, результат напрямую зависит как раз от территориальных органов местного самоуправления. Вот здесь не нужно быть равнодушными. Они должны быть активными. Они должны быть союзниками, я уже сказал, власти. Если вдруг какой-то социальный объект строился, а потом перестал строиться, то в первую очередь жители должны забить тревогу. Это принципиально важно. Самые главные наши союзники и основные это население, это народ. Нам важно их сделать своими сторонниками. Сторонниками не начальники подчиненной, не власть и жители, а все вместе одна большая команда, которая нацелена на результат. И здесь у меня огромная надежда на руководителей ТОСов. Огромная надежда на их активность, на их неугомонность, на их желание максимально сделать что-то для своей территории, для жителей, которые живут на этой территории. Лучшим руководителем по итогам краевого конкурса губернатор и председатель ЗАГС Собрания Края вручили почетные грамоты и денежные премии в несколько миллионов рублей на развитие небольших населенных пунктов. Например, среди поселений с численностью жителей до 6 тысяч человек лучшей стала станица Бринковская. А лучшим районом-центром назвали Кореновск. Денежный приз получила глава западного сельского поселения. Сразу после праздничного концерта Татьяна Шевченко отправилась в хутор с хорошими новостями. Их парк станет еще больше. Вернусь в наш родной хутор Западный. Естественно, поделюсь большой радостью со всеми нашими жителями. И на те средства, которые мы заработали, мы достроим наш парк, наш центр хутора Западного. Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.